Добрый вечер, дорогие друзья. Вы, конечно, этого не ощущаете, потому что как бы пытается компенсировать моя камера, видеокамера, но свет довольно-таки толстый за окном. И мы движемся к тому, что там будет сентябрь, октябрь, и дни будут становиться короче, и дни будут становиться темнее. А фотографировать надо, потому как вот у меня эта книжка, где она? У меня эта книжка, детокс, вот она, детокс, васа, детоксированная, может перейти, вода. И здесь их 60 различных способов, не способов, различных этих вод, воды, вода. С арбузами есть, с лимоном, с клубникой, с абрикосами и, в общем, много чего. Но мне все как-то было не досуг, я занимался другими делами. Но я себе пообещал, когда покупал эту книжку, что все 60 этих рецептов я обязательно сфотографирую. И я это сделаю, ребята. Но, учитывая то, что с каждым днем будет становиться темнее, я начал подумывать о том, каким образом мне с наименьшими затратами сделать белые такие на белом фоне. Здесь все на белом фоне, и вы знаете, так как фрукты различные, травочки различные, листочки разделенные и так далее, то на белом фоне, я считаю, хорошо. Я решил себе изготовить такую схему, которая работала безукоризненно и для вас была бы несложной. Поэтому, вы видите, у меня сейчас стоит, опять же, моя лампа из Икеи, да, которую мне сейчас многие упрекают, что я все скупил и больше нету. Ребята, я снял с нее теперь все три бомбасы, все. Я даже откручу теперь эти направляющие. То есть, представим себе абсолютно простую лампочку, у которой я сейчас сниму. Так, и заодно посмотрю, сменив очки, сколько здесь ватт. Плоховато видно, сколько здесь ватт. Так, 35 ватт. Ну, ребята, мне этого маловато, посему я пошел. Скупил сейчас лампочки по 50 ватт. Все. Оказывается, прорези были, да? То есть, я беру сейчас просто лампочку. Это здесь цоколь, по-моему, ГУ 5,3. Что подходит, естественно, сюда. И вставляю ее вот сюда. Так, давайте включим, посмотрим, насколько она светла. О, вполне. О, вполне. Достаточно будет. Так вот. За две штуки я отдал 4,99. Это по сравнению с той LED лампой, которую за 40 евро купил. Это, в общем-то, как подарок. К чему я веду? К тому, что у вас может быть не такая лампа. Обыкновенная лампа, которая вот такой цоколь. И которую вы можете на штативе поднять и направить куда-либо. Что мы сейчас с вами будем делать? Для начала давайте мы построим небольшой натюрмортик. Почему натюрмортик? Ну, потому что, мне кажется, вот такой. Сейчас я найду этот. Он где-то здесь стоял он. Этот. Вот он он. Рисуночек. Ну, просто на белом фоне с какой-то желтой салфеткой. Видно, с балансом что-то тут не сходилось у них. Ну, в общем, меня это совсем-совсем не устраивает. Я хочу что-то более симпатичное. А это значит, что я сейчас, видите, я надел уже. То есть, положил сюда персики, которые она нарвала. Они постояли, стала желтая водичка. Что я хотел, не хотел, белую. А потом лимон и вот этот тумиан. Не знаю, по-русски. И оставил место для льда. Лед в последнюю очередь. Сначала я ставлю вот сюда, допустим. Давайте будем смотреть по строению на перморте сначала. Да, поставили. Хорошо. Далее я хочу оформить то, из чего он состоит. То есть, слава Богу, я нашел деревца с этими настоящими листочками персика. Вот так я его положу. Так, хорошо. Не касается немножко. Здесь получается так, что ручка, она или перекрываться должна, или отдельная быть. Но это я посмотрю в камеру, посмотрю как лучше. Но ни в коем случае просто не соприкасаться. Так, потом у меня есть две дольки лимона. Вот так. То есть, мы с вами получили уже... Давайте я поближе вас поставлю. То есть, мы пирамидку как бы получили. Да, вот она. Но, дело в том, что желательно, чтобы эти пирамидки, они были объемные. Понимаете, если мы выстроим в ряд пирамидки, ерунда получится. Поэтому эта тумиана веточка, да, она в аккурат создаст то, что нам нужно. Чуть дальше. То есть, представьте себе, вот пирамида. Задняя часть нас не интересует. А вот здесь все как бы сходится. И главный взгляд идет вот сюда. Отлично. Сейчас принесу лед. Вернее, попозже принесу лед. Чтобы можно было этим домом уже здесь поставить и сфотографировать. Сюда наложить корочку, да? Так, хорошо. Первое, что напрашивается теперь для освещения. Ну, давайте мы просто так сейчас сфотографируем. Да, нужна задняя стенка, естественно. Нужна задняя стенка. Поэтому мы сейчас возьмем вот такую деревяшечку. Так, чем бы мне ее установить, чтобы она не падала. Это ни туда, ни сюда. Это вот сзади я просто поставил какое-то ведерко. То же самое, с которым я и велелику фотографировал. Тем самым немножко подстраховался, да? Все. Вот так у нас это выглядит. И давайте сделаем первое снимок. Посмотрим, что получилось. Фокусироваться будем на самой кружечке. Так. У меня, я сделал теперь, хотя у меня и держат шумы. Но я сделал 100 изо, 9 сделал гиафрагму. И одну вторую, сделал секунду, сделал выдержку. Я буду работать с поднятым зеркалом. Так. Готово. Подняли зеркало. Сделали снимок. Вот таким он выглядит. Казалось бы даже и неплохо. А, я забыл вам самое главное сказать, что Вася блядь, то есть баланс белого. И впереди сначала русское слово идет. Я поставил на 3030. Мне показалось это оптимальным. Я пробовал 2700, я пробовал 5600. Там желтое, там синяя. А вот этот цвет мне наиболее симпатичным показался. Так. Сняли. Что видим? Видим, что тени очень резкие. Особенно вот эти тени, да? Ну, как от них избавиться, мы знаем. Или хотя бы избавляться не надо от тени, ребят. Избавляться от тени не надо. Их надо смягчать, да? Поэтому мы сейчас с Вами возьмем белый пенопластик. И поставим его сюда. И теперь Вы вообще ничего не видите. поэтому я Вас перенесу вот в это место пока. Да? Угодную камеру, видите. Меня немножко. Видите, что мы снимаем вживую. Ну и так. Давайте еще раз. Да, мы как бы смягчили, но теперь пошел пересвет. Но это не страшно, ребят, почему я Вам объясню. Давайте-ка мы сейчас с Вами сделаем еще следующее. Уберем все эти шандалы. Вот. Из бритары. Ну, все. Уберем сюда и все. По-прежнему, представляем, что мы работаем с обычной лампой, у которой цоколь позволяет поставить вот это вот. Это осрам. Да, действительно срам. Галогенная звезда. 680 люмин. Две штуки по 50 ватт. Я считаю, это прям подарок по такой цене. Так, теперь делаем следующее. Ставим еще. Еще одну. Белую площадку. Так. Так. И поднимаем по выше лампу. Нагибаем ее, чтобы тяни его. Вот так. Да. Опа. Хорошо. Весело. Так. Фотографируем. Теперь с двумя. Уже так это теперь и осветился хорошо персик. Но меня по-прежнему как бы волнует. Ну что это такое? Это прям беда какая-то, что такие тени ужасные, пересветы. Ну я вам сознаюсь, что я делаю это осознанно. Вот почему. Потому что потихоньку-потихоньку мы опять создали домик для бездомных поросят. И у домика должна быть крыша. И крыша в этот раз прозрачная. И давайте теперь еще снимочи сделаем. И видим, что все встало на свои места. Немножко желтоватый. Но, как я сказал, так должно быть. По-моему. Потому что мы работаем с вами в РО формате. И в РО формате мы все выведем так, как нам нужно. Что осталось? Правильно. Лед. Пошел за льдом. Так. Открываем. Войдемся до лед. Вот так. Отлично. И делаем заключительный снимок. Так. Очень хорошо. если мне показалось что он прижат и слишком наш литер-морт к стенке а мне так и показалось то мы сейчас быстро всё это поправим, ребята. Сюда, сюда и сюда. Смотрим в камеру. Ну, как бы это более, мне кажется, уравновешенным и заодно уравновешенным горизонт. Идёт быстро таят, поэтому советую поспешать в этом случае. Но в последнюю очередь, как вы понимаете, и так, нажимаем, поднимаем в зеркало, вот так, и фотографируем. Ну что ж, я вам скажу, что довольно-таки и неплохо. Единственное, чуть-чуть поднимем сюда ещё. Ох, теперь уже тяжело доставать. Но ничего. Вот так. Ну, а теперь давайте мы немножко подвигаем здесь веточку. Да, без того же тумьяна. Может быть, листочки двинем. У персика, может, его положение изменим. То есть, пока горит свеча наша, мы можем всё поправить, всё исправить. Потом лёд сойдёт на нет, это будет сложнее. Вот так. Я думаю, что достаточно кадров набрали. Сейчас выберем в фотошопе, какой нам больше по душе. Так как мы снимали в роформате, я надеюсь, что нам удастся добиться хорошего белого цвета и цвета. Пошли. Достаем карточку. Вот так. И идём в фотошоп. Так, вот наши кадры. Давайте посмотрим, какой из них наиболее нам показывает симпатичность. Это нет. Неплохо. Неплохо. Совсем неплохо. Так, отметим звездочкой. Далее, это нет. То тоже звездочка. Вот совсем нет. Тоже нет. Тоже нет. И это, да. Так, теперь будет легче. На пять. Вот они наши пять звездочек. И теперь смотрим. Так, вот это более гармонично мы взяли. Здесь слишком симметрично всё вот эти вот. Зелень симметричная. Здесь более так хорошо. Повода параллельно щели нет. Вот так хорошо. То есть вот эти две. Теперь это задвинулось немножко назад. Нет. Нет. То есть остаётся вот эти две. Из них я выберу вот этот. Всё решено. Открываем её с помощью Adobe Photoshop. Adobe Photoshop Rock Inverter. Так. И давайте сделаем первое что. Мы кликнем вот сюда. Что мы видим? Мы видим уже абсолютно нужный нам цвет. Можем ещё поиграть, посмотреть. Вот здесь поиграться, да? Тоже поглядеть. Ну, лучшего вот этого, мне кажется, не добиться. Это то, что я хочу. Вот именно это я называю таким тёплым светом. Да? Теперь посмотрим, что у нас. Вот так посветлее сделаем. Вот так посветлее, да? А, динамики добавить можно. Это однозначно, но не сильно. Так. Так. Насыщенность. Нет. Тоже. Всё хорошо сделала камера. Так. Ясность. Квархайд. На это серебро. Чуть-чуть добавим контрастности. Чуть-чуть ещё. Вот так. Так. Ребята, пожалуй, всё. Единственное, что я сразу сейчас выровняю по горизонту. Немножко завалил. Так. И ещё у меня стоит, по-моему, МК. Да. Трик-двум. Можно сразу же и здесь всё сделать, как нам нужно. Так. Вот так. Да. Дурацкий мобильничек. Ни с того ни с сего. Сообщил мне, что у него мало, видите ли, энергии. Да мне как бы клювать на это. Сколько у тебя энергии. Вот так. Не люблю мобильники. Вот так вот. В принципе, это вполне, вполне, вполне отвечает моему представлению того, что я хотел. Так. Отлично. Говорим открыть. Вот. Смотрим на счёт. О, какая хорошая резкость. Видите, несмотря на то, что мы снимали с поднятым зеркалом, да, казалось бы, ну, одна-вторая. И тем не менее, он очень хорошо справился. Отлично. Так. Я не знаю, вот это мне мешает как-то. дырка. Плыточка в доске. Уберём её. Так. Хорошо. Не совсем хорошо. Ну, пойдёт. Почистим чуть-чуть. Где-то там какие-то пятнышки у нас есть, да. Ну, в принципе, их можно оставить, это дело такое, знаете ли. Неважно. Я смотрю, что просто по цветам, смотрите, какие хорошие зелёные, да. Хорошие красные, жёлтые. Отлично. Что ж, вот вам и галоген, ребята. Вот вам и галоген. Так. Единственное, что, я, наверное, немножечко поработаю ещё в фильтре Вивиза. Или Вивиза. Вивиза. Так. Хорошо. Что я хочу? Я хочу поставить контрольный пункт вот здесь. Так. Немножко поменьше бы сделать. И с этим контрольным пунктом я уже могу вот так действовать. Контраст немножко добавить. Затягунок. Вот. 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 Это то, что мне надо, ребята. Так. Красного немножко добавить. И теплоты. Да. Вот. Ну, не переборщить. Всё хорошо. Окей. И у нас нет пересветов. Обратите внимание, что пересветов у нас нет. Так. Теперь ещё один контрольный пункт здесь. Уменьшаем его до вот этого состояния. И смотрим, может быть, красный чуть добавить. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет. Тут всё красиво, ребята. Всё красиво. Больше здесь ничего не надо добавлять. Окей. Вот сейчас он проявит коллекцию. Да. Это то, что нужно было. Этот акцент там нужно было добавить. Чтобы картинка как бы заиграла. Чуть-чуть светлее сейчас сделать. Всё. Она готова. Вот это тот цвет, который мне наиболее симпатичный. Сейчас я покажу разницу. Сейчас я покажу разницу. Мы могли бы как бы вот я сейчас возьму внизу и сделаю именно белый. Вот он, белый, да. Ну, скажем так, можно, конечно, высветить это всё так. Так. Сейчас, секунду. Для эксперимента. Вот так. Так. Здесь я быстренько просто сделаю. Вот это чисто белый, скажем так. Ну, уже чёрно-белый я сделал, да. Можно ещё немножко добавить. Нельзя. Ну и так. Вот так. Ну и давайте теперь сравним. Вот один цвет. И вот второй белый. Да. Это мертвецкий белый. А вот это тёплый белый. Это как раз то, что нам нужно и подчёркивает теплоту этих фруктов, да. Это не такую насыщенность белым здесь. То есть, ну, видно, что это тёплый идёт свет, допустим, от солнца, да. Вот хорошо. То есть, ребята, мы с вами добились, во всяком случае, я добился того, что я хотел. Именно того, что я хотел. Не то, что получилось, а именно того, что я хотел. Это меня несколько тащит, как всегда, да. Так. Ну окей. Возвращаемся теперь к себе. Ну вот, дорогие друзья, солнце выглянул внезапно сквозь облака. Да. Ну, как вы уже поняли, нам это не особо теперь важно, правда. Мы можем всего с одной лампочкой, да, сфотографировать. Совершенно симпатичный, на мой взгляд, и хороший натюрморт. Причём вы обратили внимание, что я не добивался абсолютно белого, да, звенящего такого. Мне хотелось тёплый белый. Есть такое название у немцев Вармвайс, то есть тёплый белый. И вот именно это я хотел. О, как солнце светит. Но я говорю, теперь нам это уже не важно. Я думаю, что вы были довольны этим видео, потому что оно поможет вам работать, не взирая на то, что светит вам из окна и какое время года за окном. Всего доброго, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok